добрый день добрый день уважаемые коллеги так сказать да мы продолжаем наши передачи посвященные эндокринологии но в данном случае я бы сказал что здесь эндокринологии может быть уже на сегодняшней передаче будет меньше как и было в прошлый раз именно поэтому я пригласил к нам на передачу профессора гильерского сергей руджерча и мы будем обсуждать проблему сахарного диабета и дислепидемии вот потому что я на самом деле не липидолог да а к проблемам дислепидемии кардиологи куда ближе и я правда тоже не лепидолог кстати говоря вопрос специальности он может быть сомнительный но может быть это и хорошо он такой достаточно сомнительный то есть есть те кто себя презентуют как липидологи да то есть в общем да определенная категория людей ну на самом деле естественно нам нужны какие-то информационные моменты думаю что каждый буквально слайд можем обсуждать поэтому меня перебивайте буквально на самом деле собственно говоря вот эти три компонента мы постоянно обсуждаем лечение сахарного диабета три кита то что называется гликемический контроль так или иначе возвращаемся к нему постоянно коль это диабет прошлый раз вот достаточно подробно обсуждали мне кажется ну так продуктивно обсуждали контроль артериального давления ну и сегодня вопрос о дислепидемии может быть для эндокринологов это ну скажем так эндокринологи не очень привыкли к тому чтобы заниматься и этой проблемой больных сахарным диабетом вот буквально сегодня обсуждали проблему о том что есть учреждения где эндокринолог вообще не имеет права назначить ни гипотензивной терапии не дислепидемии то есть не собственно говоря гиполепидемическая вот он как бы должен для этого отправить еще кому-то ну я думаю что это скорее московские какие-то заморочки когда вот крупные не буду называть их учреждения собственно говоря в реальной жизни работать нужно конечно и нужно самому ну вот собственно говоря ситуация исследования ней ней да да ну собственно говорят национальные исследования соединенных штатах америки они проходят ну периодически да это обследуется очень большая группа населения то есть это тысячи но вот в данном случае посмотрите какая статистика идет по соотношению до соотношению гиперлепидемии при этом ну да в соответствии с нынешними критериями дислепидемии и ну и коль так сказать говорим уже про артериальную гипертензию посмотрите пожалуйста то что присутствует при диабете то есть у 20 процентов людей есть все и то и другое треть на самом деле мне кажется цифра несколько занижена для нас потому что явно больше ожирение практически у всех есть то есть я бы сказал что вот да здесь ну кстати соединенные штаты америки вроде там ожирение достаточно здесь цифры какие-то ну мне кажется у большего ну по крайней мере если считать что что распространенность артериальной гипертонии в соединенных штатах 25 процентов намного меньше чем во многих других странах у нас наверно около 40 может быть и немного больше но факт что так ну об этом естественно это естественно потому что болезнь это не то как она называется по сути делал правда болезнь да вроде как там сахар болезнь то отчет человек то есть что предопределяет прогноз да то есть то от чего человек умирает если исходить из этого то конечно диабет второго типа это абсолютно точно получается сердечно-сосудистым заболеванием потом наверное говоря дислепидемии при сахарном диабете нужно учитывать что общем наверное и как не только формальный уровень холестерин или протеин в низкой плотности имеет значение но и качественные изменения ну безусловно ну в общем какие-то факты буквально да тоже статистика такая вот который варьирует безусловно то есть более 50 процентов имеют уже так сказать диагностированную даже на момент до на момент постановки формальной постановки диагноза диабет имеет сердечно-сосудистую патологию ну вот атеросклероз получается атеросклероз основная причина смерти в 75 процентов коронарный атеросклероз 25 церебральный периферический атеросклероз ну на самом деле тоже мне кажется тут вопрос если брать причины смерти то все равно доминирует все-таки инсульт да в основном они да считается 70 процентов больных сахарным диагностом второго типа умирает либо от инфаркта либо от инсульта ну в общем 75 процентов как вы сказали связан с атеросклерозом госпитализации то есть в общем и целом в общем и целом ситуация очевидная вот эта распространенность опять же дислепидемии тоже вот суть все американские данные вот примерно так это выглядит да то есть получается вот в этом я честно говоря верю то что у 60 процентов пациентов лпнп общий холестерин вот эти вот циферки это больше значит да больше хотя нас насколько я знаю что в общем повышение холестерина ли протеинов низкой плотности но распространенность повышенного уровня холестерин ли протеинов низкой плотностью больных с сахарным диабетом 2 типа в общем то целом не отличается от общей популяции что в общей популяции 60 процентов ну вот по крайней мере может быть это да 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 в общем но считается что не это что не повышение уровня холестерин ли протеинов низкой плотности это характерное для сахарного диабета ну да ну честно говоря вообще этот вопрос философский имеет ли это все отношение непосредственно к формальному понятию диабет гиперглямия как таковая, то есть есть ли здесь связь. Потому что, в общем и целом, отличия в целом не такие большие, вот если брать... Ну, такая крамольная мысль, да, я тоже так иногда думаю, что сахарный диабет, может быть, это отчасти маркер того, что у человека во многих случаях есть и другие. Ну, потому что если мы сейчас будем так последовательно отвергать концепцию того, что жесткая компенсация по гликемии вообще что-то решает в позиции макрососудистых осложнений, то, в общем, если брать атеросклероз, то традиционно он называется макрососудистыми осложнениями диабета, но в общем... То есть одни и те же причины приводят и к сахарному диабету, и... Ну, вот это, кстати, обсуждалось еще на заре моей юности, когда там первично курица или яйцо и так далее и тому подобное. Но вот это вот дислепидемия при диабете, вот интересна динамика тех же национальных исследований в США. Вот посмотрите, опять же, дислепидемия, ну, объединенное понятие, наверное, очень неконкретное, но тем не менее, вот если брать в 80-е годы и примерно, ну, даже двухтысячные, но это, опять же, видимо, опять же, это результат того, что мы, наверное, находимся вот здесь где-то. Ну, мы, наверное, находимся ближе все-таки к 80-м, потому что, насколько известно, недавно стало, что 25% взрослого населения в Соединенных Штатах принимают статины. Ну, об этом и речь. Да, конечно, ну, чуть ли не 25%. Господи, как же там... Так что первичный профилактик. Нет, ну, это, видимо, конечно, результат. Это уже диабет второго типа. Да, да, да. Ну, может, хоть и первичный. Это, опять же, мы уже это обсуждали не раз, действительно, вот одно из исследований, где получилось, что сам по себе сахарный диабет, он был сопоставим как эквивалент ишемической болезни сердца получился, да? То есть, если брать частота новых случаев инфаркта миокарда, то предшествовавший инфаркт миокарда совпал с, собственно говоря, с сахарным диабетом без инфаркта, как фактор риска. Ну, это в Финляндии же, да, было? Мне кажется, что да, что-то такое. И, ну, все-таки потом уже, в 98-й год, вроде бы были потом исследования, которые говорили о том, что все-таки в целом у больных, которые перенесли инфаркт, риск все-таки выше, по крайней мере, на сегодняшний день. Ну, по клинической логике, мне кажется, тоже, это как бы перебор, но это вот как бы эндокринологи-то любят на щите вот это вот носить. Ну, это была в Финляндии, может быть, да. Нингл Джорналов Мэдисон, кстати, 98-й год. Не, ну, исследование только в одной стране было. Да, да, но тем не менее, это для лекторов это очень выгодная такая вот, выгодные картинки, конечно, да. Ну, вот смертность от первого инфаркта миокарда при диабете, она выше, да, выше по данным вот этого исследования, про Diabetes Care, это, так сказать, орган Американской диабетической ассоциации печатной, ну, вот, действительно, выше. Выше, причём значимо статистически. Ну, это даже и по всем кардиологическим, да, и из реальной практики, конечно, сахарный диабет ухудшает, к сожалению. Ну, вот то, о чём я люблю говорить, на самом деле, и то, о чём мы начали говорить, с патогенетической позиции. Ведь, по сути дела, опять же, почему, вот почему действительно всё так, почему всё одинаково с позиции макрососудистых дел, подходы, по сути дела, да, вот, так сказать, мы будем обсуждать рекомендации Американской диабетической ассоциации, по сути цифры, они ведь, в общем, не так сильно отличаются, целевые показатели не так сильно отличаются. То есть я бы сказал, что просто даже не отличаются. Не отличаются. Не, ну, там есть, конечно, вот если, если, тот, тот. А возраст просто очень сильно отличается. Потому что, да, действительно, вот эти вот ретинопатии, нефропатии, вносящие вклад, конечно, безусловно, в артериальную гипертензию, нейропатии, да, глюкоза такие, зависимые осложнения. Но всё, что касается макрососудистых дел, развивается, да, до формальной манифестации диабета. И, наверное, вот эта вот глюкоза и гликированный гемоглобин, да, у нас есть формальная точка постановки диагноза. Ну, в общем, те изменения, которые, они же, да, любая цифра придумана нами, по сути, да, она у нас в голове откуда-то появилась. Ну, я не помню, несколько лет назад были результаты наблюдательных исследований, в которых было показано, что на самом деле риск развития тяжёлых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний начинается с уровня гликированного гемоглобина, чуть ли там не 5 и... Ну, 5 и 6, вот этот вот, да, вот что-то такое. Ну, тут вопрос, как бы, да, может быть, это какая-то, как маркёр, какая-то точка. Ну, да, это как с артериальной гипертонией, то есть риск развития осложнений начинается с давления 115,75, но это не значит, что снижение до этого уровня приведёт к какому-то... Ну, либо, опять же, он может быть маркёром метаболических изменений, но понятно, что вопрос сам он, как бы, это какой-то эпифеномен, да, он участвует в этом или нет, это вопрос остаётся открытым. Ну, безусловно, инсулинорезистентность, как бы, эти патогенетические моменты, я не очень люблю, так сказать, в них углубляться, потому что, в общем, здесь мы, мне кажется, не всё очень хорошо представляем себе, но тем не менее, в общем, инсулинорезистентность, конечно, ассоциирована здесь с лепидемией, даже вне связи с непосредственно с сахарным диабетом, то есть это было показано. На самом деле, вы хорошо знаете, что когда речь о, допустим, формальных критериях того, что называют метаболический синдром, там вперёд выносятся именно триглицериды, да, вот это вот, собственно говоря, старенькое уже очень совсем, уже 40 лет исследование, но тем не менее, видите, как бы уж коэффициент корреляции 0,7, аж, правда, то есть имеется в виду уровень триглицеридов и ответ, ну, банальный тест, да, в ответ инсулино-ВГТТ, да, то есть здесь это как раз та ситуация, инсулинорезистентность, когда диабета ещё нету, да. Ну да, то есть начинается с очень низких даже уровней триглицеридов. В общем, да, ну триглицериды, кстати, тоже интересно, а почему вот триглицериды выносятся в качестве, как вы считаете, вот, то есть триглицериды, как вот, там же прописано именно гипертриглицеридемия. Характерные. Для метаболического синдрома. Ну, потому что имеется очень сильная связь между уровнем триглицеридов, то есть и риском развития осложнений сердечных сосудов. Понятно, а потом мы нашли триглицериды мию сначала, а потом, собственно говоря, все наши усилия будут направлены отнюдь не на неё, потому что что-то триглицеридов, оно... Да, естественно, но это связано с особенностями доказательств, по-видимому, и возможно, возможно. Мне кажется, вряд ли... А может быть с тем, что триглицериды, отчасти, это маркёр, хотя, конечно, наверное, не только маркёр. Ну, да. Так, что у нас там дальше? Ну, вот, да, характерная ситуация такая, очень часто это приводится. Вот эта характерная ситуация для диабета второго типа, но она не специфична, естественно, да, то есть, скорее вот, то есть, я имею в виду, что это, мне кажется, одна из самых частых вариантов дислепидемии в целом. Нет? Я не прав? Ну, да, но просто для, насколько я помню, для сахарного диабета характерны ещё качественные изменения частиц липотеинов низкой плотности, то есть, они мелкие, становятся мелкими плотными. Дальше есть слайд на мелких плотных, да, но я имею в виду, что... Которых много как раз А-полипротеин и Б, и поэтому при любом уровне холестерина он более всегда атерогенен, чем для... Ну, да, собственно говоря, об этом ещё будет слайд специально иллюстрирующий то, что вы сказали. Ну, всегда возникает вопрос, влияют ли, собственно говоря, на сердечно-сосудистые... На дислепидемию влияют ли сахароснижающие препараты. На самом деле, как ни странно, вот это исследование DCCT, но это первый тип диабета, да, то есть, это чистая модель гипергликемии, когда просто у пациента нет инсулина. Вот здесь, по сути дела, интенсификация, и здесь, заметьте, здесь именно сердечно-сосудистые события, хотя, в общем, не фатальный инфаркт миокарда. И, заметьте, здесь, конечно же, в силу того, что это первый тип, да, здесь очень много времени, тут 20 лет, и действительно оказалось, что интенсивная терапия имеет значимое отличие. Но, опять же, это другое, это совершенно другое заболевание. Но это почему-то не работает в отношении второго типа. Ну, вот аккорд, есть его диабетическая часть, есть липидная, может быть, мы обсудим её, в отношении триглицеридов, адванс, да, ну, и, собственно, эта картинка, которую я постоянно показываю, что в отношении макроангиопатии смертности не сработала интенсификация, и здесь не получилось вот того, чего хотели добиться, увы, и вот, собственно говоря, как это вот, это вот, иногда говорят, глюкозоцентричность при диабете, она постепенно начала уходить в сторону как раз более комплексного подхода, на котором мы и стоим. Может быть, конечно, длительность, вот то, что было выявлено при длительном наблюдении за участниками исследований ЮКПДС, что более интенсивное снижение уровня глюкозы проявило себя через 10 лет в снижении риска развития инфаркта миокарда. Но это, конечно, наблюдательная часть исследования, она тоже не может считаться, по-видимому, строгим доказательством. С другой стороны, в исследовании Ориджин, насколько я знаю, всё-таки исследование продолжалось достаточно долго, 6 лет, даже немного более, и тоже не удалось доказать. Ну, правда, там был инсулин, инсулин, поэтому... Ну, на самом деле, с практической точки зрения могу сказать, что пациенты, которые компенсированы наиболее, так сказать, да, адекватно, у них, как правило, по той же самой причине, что они, в принципе, компенсируются по диабету, они, по логике, более компенсированы и по давлению, и по липидам. То есть, как бы более продвинутые, как правило, люди, чем те, кто, в принципе, плюёт на... Ну, то есть, как бы ситуацию, когда человек, условно говоря, плюнул на сахар, и при этом он компенсирует артериальное давление и пьёт там статистику, это нонсенс. Как правило, это будет вот всё вместе. Здесь вот вычленить этот сахар будет сложно, потому что он, если он нормальный, то... То есть, это как больной, вот, сердечный, если он следит за массой тела, значит, он принимает всё, что нужно. Ну, то есть, это отчасти и маркёр... Ну, по сути дела, по сути дела, всё будет вместе. Ну, они, конечно, нет, нам, конечно, это искусственно создавалось, как бы, интенсификация именно по глюкозе, наверное, да, при этом не назначалось, наверное, ничего другого, либо... Ну, здесь всё-таки остаются вопросы по поводу выбора препаратов, вот, в исследовании аккорд всё-таки, там, теозалидиндионы... Теозалидиндионы, ну, теозалидиндионы, ну, мне представляется, что это не так уж они ужасны, Потому что результаты очень хорошие были на них, конечно же, вот это всё подпортило, эта история с сердечной недостаточностью, на самом деле, очень хорошие результаты, потом они... Сам механизм действия очень интересный, потом вот эти исследования по профилактике диабета, много... там, там... очень большие отличия, да, там, там, за 40%... А у розоглитозона были какие-то вот данные, метаный розоглитозон по поводу... Розоглитозон по поводу сердечной недостаточности... И инфаркта, да, ну, да, вот, по пиоглитозону, опять же, обсуждается тракт ночевого пузыря, но, в общем и целом, опять же, сейчас он как-то спокойнее воспринимается. Да, кстати, пожалуйста, пишите вопросы, вот уже... Есть вопросы. Вот уже один есть, кстати, да, но давайте мы чуть продвинемся вперёд к рекомендациям, чтобы уже не повторяться 10 раз, потому что сейчас начнём говорить о них, и, опять же, будем оперировать дальше. Поэтому, пожалуйста, пишите, будем рады. Ну, единственное, как бы, то, что касается сахаросыщающей терапии, единственный препарат, который показал себя, опять же, уже, наверное, я вам надоел с этой историей, но, тем не менее, метформин в ЮКИ-ПДС, как бы, он вот действительно был ассоциирован. Купальник с ожирением, да? Ну, как правило, это правило же там ожирение, в общем, было, то есть, на самом деле, метформин единственный, который показал себя в плане макрососудистых осложнений вот так хорошо. В отношении микро показали себя все, кто снижали сахар, то есть, там было, в общем, по сути дела, особо не важно, что именно снижает сахар, это были сульфанилмочевины, те же препараты. Ну, опять же, да, эта картинка уже много раз показывалась, действительно, собственно говоря, метформин, он всегда, по сути, по сегодняшним представлениям, должен сопутствовать лечению пациента со вторым типом диабета, потому что он безопасен, то есть, он не вызывает, в принципе, он дёшев, то есть, здесь, как бы, три ключевых компонента, да, то есть, безопасность, эффективность и, в общем, цена, они сочетаются друг с другом, поэтому здесь, конечно, вопросов нет. Ну, вот, примерно, в принципе, у него метформин, у него, вот это вот всё, по сути дела, его в этом прославляют по этим всем пунктам. Единственное, что скажу, безусловно, ну, снижение веса реально на метформине, это, как правило, всё-таки, он не аноректик, он, это, это у тех пациентов, которые соблюдают диету, да, он не способствует прибавку веса. Да, поэтому это, конечно, тенденция, может быть, какая-то, но она, безусловно, далека от того, чтобы человек похудел на метформине. А гипогликемии на нём? Гипогликемии нет. Гипогликемию в чистом виде он не вызовет, да, у него механизм действия, он не подразумевает эту ситуацию. Потом, верните нам, потом, то, что касается липидов, да, в общем, можно было показать какие-то слайды, ну, немало, в общем, картинок, которые говорят о том, что он благоприятно влияет на липидный спектр, но опять же, надо понимать, то есть, по сути дела, если у пациента выражена дислипидемия, он никогда не решит проблему, поэтому не надо уповать на него, что он решит проблему выраженной дислипидемии. Да, это благоприятно, но опять же, это не средство для лечения дислипидемии, которое есть там у каждого, почти у каждого пациента с сахарным диабетом. Ну, давайте постепенно двигаться к, собственно говоря, контролю липидов, вот, сейчас Сергей Жерчич меня будет поддерживать. Постарайтесь. Постарайтесь, да, ну вот опять же, да, исследование Diabetes Care очень интересное. Кстати, из него можно сделать разные выводы. Идея в том, что здесь показывается, что у пациентов с диабетом и нормальным, да, по сути дела, то есть первая сахарная второго типа, вот начинается кривая, да, с нормальным, как бы, холестерином, по сути, смертность выше, чем у лиц, у которых нет диабета, да, нет, 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 а у другая, вот мышки нет, другая часть слайда, вот там, где 7,3, по сути, да, вот здесь, вот. Здесь это лица с дислипидемией, но без диабета. И здесь, в общем, получилось, что при диабете, даже при нормальном уровне компенсированном липидов, сердечной смерти намного выше. Вот это, кстати, тоже обсуждается, по крайней мере, мне попадалось, я думаю, что кардиологи это тоже обсуждают, то есть всё равно, даже если там жёстко компенсировать и липиды, и гипертензию, всё равно сердечное, вот это остаточное сердечной смерти, она сохраняется. Да, естественно, всё равно. Она не лимитируется, то есть. Ну, естественно, конечно. Правда, здесь очень важно, по-видимому, такой уровень достигнут за счёт статинов, за счёт терапии или это естественно. Просто так же, как у больных, скажем, это всё равно, что взять того же больного, который перенёс инфаркт миокарда, у него при одинаковом уровне липидов будет риск выше. Поэтому здесь понятно, что много других факторов играют роль, но в любом случае... В принципе, да, гипертензия, может быть, параллельная. Конечно, конечно, при таком же, поэтому здесь, как у любого наблюдательного исследования, есть много вмешивающих факторов. Ну да, то есть это в чистом виде, конечно, нельзя так интерпретировать. Но в любом случае это говорит о том, что больного с сахарным диабетом необходимо... Может быть, кстати, да, вот дальше будем обсуждать, как бы, может быть, и у них тогда пожёстче критерии использовать при диабете, я имею в виду. Да, да. По липидам тем же. Да, норма у них меньше, чем... Собственно, да. Кстати, вот в прошлый раз мы обсуждали артериальное давление. Вот действительно, вот не доходил до этого документа. В 2013 года рекомендация АДА, там появилась цифра 140 на 90. Она появилась 140 и 90 для всех, но всё-таки осталось 130 для больных молодого возраста. Нет, ну диабет всё равно 130-80, но появилась приписка, что у части пациентов, может быть, 140 и 90. Ну, пожалуй, я так понял, что, скорее, они так же, как в европейских... Ну, небольшой откат. Да, подлём до 140 у всех, но написано, что у молодых людей, которые будут жить долго, вероятно, снижение давления повлияет на прогноз. Ну да, ну давайте в давление не будем, это у нас хватит. Но с липидами, слава богу, такого и не произошло. Вот то, что Сергей Режеевич уже говорил, то есть, вот действительно, при сахарном диабете одна из особенностей – это более мелкие, плотные частицы ЛПНП и, соответственно, большее содержание АПБ, которому тоже придаётся большее значение. Кстати, вопрос, вот кого их определять, АПБ, нужно. Ну... В какой ситуации? Имеет это какой-то клинический смысл? В принципе, технически возможно. Ну, я думаю, это возможно, но пока я думаю, что всё-таки все цели, они построены на общем. Другое дело, что здесь обсуждается вопрос о том, что, особенно у больных с сахарным диабетом, и мы в соответствующей части обсудим это, что такой показатель, как холестерин, не липопротеинов высокой плотности, может иметь большее прогностическое значение, поскольку... То есть это общий холестерин минус ЛПВП, да? Да, да. И, кстати, учитывая методологические особенности определения, всё-таки, насколько я знаю, во многих учреждениях пока ещё уровень холестерины определяется по формуле Фридбольда. Не прямой, да. А он, как только, вот, в прошлой передаче доказательной кардиологии, да, мы обсуждали как раз вот результаты очень крупного исследования, которое включало более 2,5 миллиона людей, в котором было показано, что как только концентрация 3 глицеридов становится больше, там, 1,8-2, так расчётный показатель абсолютно, ну, не абсолютно, но имеет очень большие отклонения, поэтому в этой ситуации надо либо определять прямой, либо переходить на... А при диабете 3 глицеридами чаще? Да, поэтому, когда мы достигаем низких уровней, мы можем не радоваться. Но это именно при низких, то есть при средних уровнях, в 3,2... Я, честно говоря, вот так навскидку, чтобы у кого-то было вот базально 3 глицериды меньше, чем 1,7, ну, это просто герой тогда. Да, или надо думать о каких-то онкологических заболеваниях, если нет, если человек с 1 не принимает, да, это редко. Так, ну, давайте двигаться дальше. Вот тоже кусок UKPDS интересный, мне он тоже нравится. Ну, в общем, самое интересное, вроде 98-й год, а вот, в общем, звучит это так вот более активно и ярко на протяжении вот... Тогда это не звучало так, в начале 2000-х, да? Хотя вот очевидная цифра, вот посмотрите, да? Просто накопилось много уже исследований, которые дают более неопределённые результаты. Ну, да, а здесь слишком такая яркий, да, яркий момент. Вот опять же вопрос гликированного. Риск ИБС, посмотрите, 57% 1 мм ЛПНП и 1% гликированного 11%, да? Ну, 1%, правда, он приводит к значительному увеличению риска нефропатии, серетинопатии, но обсуждаемая тема, да, посмотрите, она, конечно... Или артериальное давление, кстати, даже. Просто систолическое давление, она больше, кажется, значима, чем тот же гликированный в отношении ишемической болезни сердца. Вот как только это UKPDS, я прошу прощения, не склоняли, но вот контекст и взгляд вот такой, да, он почему-то, вот так стали говорить после того, как появился аккорд, адванс, ветеранское исследование, когда уже, да, стали, собственно говоря, так сказать, порицать гипогликемию.